Знаете, ребята, там даже червяки были. Там даже червяки, потому что это с того времени, а это, когда у нас буря была 25 или 24 ноября, сейчас 18 декабря. Будем говорить, грубо говоря, там 25 дней, да? 25 дней. То, как я чистю, я даже вижу, что там есть червяки. Это с того времени, когда попал снег. И я сюда бросала им еще редьку. Они ели. Некоторые там есть корнеплоды на низу. Вот, смотрите, это прекрасно. Но у меня на другом участке есть петухи, и я открыла им калитку, им доступ есть выйти на огород. Это я буду сейчас присыпать на огороде. Пока георгины. Пока буду присыпать георгины. Но есть такая же птица черного цвета. Это воронье, вороны. Они раздолбают, будут шукать вот такие паростки. Ну, если мои петухи что-то найдут, то мои петухи полакомляться. Там есть мини-мясные и бресы есть. Так, сейчас дивимся. Вот они сейчас вышли. Я тут пошкривала, почистила подстилку, чвакотня. Если это все не убрать, будет солнце, будет дождь. Будет очень неприятный запах. Это просто какой-то сенаж. Ну, это ужас. Что? То и надо убираться. Постоянно. Это хорошо, что я вообще-то раньше брала по всему тут загону, а сейчас сделала только на одном месте. Ну, одно место невеликое, но оно есть. Но его надо будет чистить. Кучка такая не в руку. И еще сюда есть, где все это надо почистить. В тачку садовую и вывозим. Вот спортсменки мои вышли. Сейчас спортсменки с ножками своими это будут все трошки разгребать. Идеально, если бы это сейчас все подсушило, и было бы сонечко, оно бы нам это все подсушило. Вот. И потом бы, знаете, я заказала, к примеру, заказала сонечко, подсушил, а потом, чтобы пришел вся дождь. И дождь нам все помил, взмил, и все было бы четко. Так, курица спрыгнула, брезгальская. Начала кудахтать. Я думаю, сейчас пойду, подивлюсь, какое же воно яйцо мене знесло. Потому что меньюха так и осталась. Сидите, а ты яичко, ее должно... Нее. Не знесла вона ничего. Понятно. Ах ты. А воно еще наблюдает. Что тебе никак не имеется? Как не видишь ты те яйца? Как не видишь те яйца? Ну, вообще, будет четко. Я сниму вам видео уже следующими днями. Вот, что у нас будет. Или будет дождь, или... А, о, ты кричишь, иди, не буду тебя отвлекать. Было бы четко, идеально, если бы все прошелся дождь. По-моему, мне вот эти вот плиты, и вообще взмил бы. Такие, знаете, капитальный хороший дождь. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Чтоб все хорошо взмил. Это настоящий сенаж. Запах, конечно, специфический. Как вот редьки листя, да? Может, для счастья. Там капусти листя, потом зелень, потом орех, ну и солома. Солома сама запах би не видала. А так вот редька. Редьку вони їли. Листя, листя. Хто не дивився, листя, там огромная ботва. Редьки были. Вони їли цю редьку. Ох. Ну ничего. Лучше сейчас убраться, потому что это никакой бульдогер тут меня не уберет. Уберет теки Лена. Теки Лена сделает эту уборочку. Пошли. Курешки. И там поставили. Мои менюшечки. Мини мясные, палевые, белохвостые. Мои крокотулечки. Мои красотулечки. И как я обожаю цих менюшек. Вони в мене уже очень-очень много лет. На моем хозяйстве. С вами хорошо. А убираться надо. И чиститься надо. Чтобы моим крокотулечкам было удобно тут ходить. А представьте, у меня раньше были кохинхины, брами, аркентоны. Но почему я ввела кохинхинов? Брамов я ввела, потому что они костяки. Кастистые. 8-9 месяцев. Это созревание. Курица начинает нестися. И, ну, в общем, получить там ничего не можно. Дуже проблематично с этими цыплятами. Вони выплывают. Вутли. Яйценосность у брам. По-моему, 130 яиц в год. Ну, в общем, вона, как картинка красивая птица. Кохинхины. Кохинхины были немного лучше, красивее. Вони были и насечками. Но почему я их убрала? Ребята, птица у меня содержится свободно. То есть, если это лето, весна, осень тепла, они, в меня птица ходит по выгулу, они выпасаются. А вот, к примеру, кохинхины, если они ходят, и много ходят, потому что минимум ясные и бресы у меня ходуны, они много очень ходят. То в них вот эти штаники, депирьевных на пальчиках, десь забываются, заламываются. И туди воспаляются вот те в них пальчики пировных. Там надо обрабатывать перекисью и так далее. Распихая палец. В общем, проблемами не было. Если бы курочки держались, например, вот они вышли из карая, и вот тут вольерчики им достаточно. Они нигде не ходят, все ли я на них кинула, то так да. И если у них, к примеру, там опилки или песок есть под стилкой, то да. А вот, как они у меня выходили, к примеру, на огород, пішел в дождь, я их выпустила пастись или десь в вольері выпустила их пастись, они набирают лапы на тих штанях, они просто как вееры у них на тих штанях, они набирают болота, и они идут по дверю у меня, как гуси, как ласти в них на ластах валом того болота. Птиця, от из всех, яких я назвала, брама, кохинхин и арпинтон, от если для себя выращивать, там и квочки хорошие, яйцо круглое, крупное, и цыплята лучшие виводятся. Это только кохинхин, кохинхин, ну и птиця красивая. Вот они самые лучшие из этой тройки, это кохинхин. Но если их выращивать, они чтобы не были ни где не ходили, только по мягкой траве, по мягкой чистой песке или по стружке, опилкам, то да, а так будет проблема у них с лапами. На лапах перьинки забывается курица хорошая, мощная, к примеру, там 4,5 килограмма в живом весе, да, ног, воспалився палець на пальце, и отселяешь, вона не несется, потому что у нее иди уже воспаление, вона не несется. Вот, и ты начинаешь лечить, 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 курица худая, курица худая, и все, бачишь, что там ничего не получается в ней пролечить, а бывает, что и получается, но если не получается, то ты уже эту курицу кушать не можешь, потому что и препараты, и, ну, я такую курицу лично брезгала, и получается, что есть экземпляры, которые оставил на плене, а ты их просто в ноль они ушли, как я говорю. Так что я от Кохинхинов отказалась, а так би, возможно, было бы, но у меня совсем, ребята, другие условия содержания. Плюс я выращиваю птицу с высокими вкусовыми качествами мяса, чтобы мясо было мраморное и птица была более спокойная. У Кохинхинов присутствовал каннибализм. Вот даже, как они, брезг, у них каннибализма немае. Вот сколько я уже, с 18-го года брезгов, это 18-го, будем говорить, 2-3-5 лет брезги я выращиваю. Каннибализма я не наблюдала. Загорские лососи, в них тоже каннибализма не было. В Юрловских было, в Юрлаков были каннибалы. С двух недель Юрловская голосиста уже каннибалы были вовсю. Там вообще очень сложно с нею работать, с этой птицей. Поздно спела, крупно, тяжеловесы. Ну и чего ты нервничаешь? Сейчас я иду, выносить уже эту тачку.